всем привет меня зовут сергей приветствую вас на своем канале 1серж23 итак в данном ролике я вам расскажу как вам правильно и качественно отремонтировать непосредственно ваш катер я расскажу как это делается поэтапно на предмере например вот катера который находится сзади меня потому что у него сейчас делается абсолютно правильный ремонт во-первых давайте поговорим о следующем в каких случаях делается ремонт стеклопластиковые лодки то есть первое соответственно первым это конечно делается ремонт если катер получил какие-то повреждения либо у него длительная эксплуатация корпус находится в днище находится в запущенном состоянии я не говорю сейчас в этом ролике не буду говорить о ремонте верхней матрицы и всех остальных делах этот ролик чисто по ремонту днища то есть и вы пришли к выводу что вам необходимо произвести капитальный ремонт вашего днища независимо от того имеет ли он какое-то покрасочное необрастайкое покрытие либо не имеет потому что достаточно частая картина заключается в следующем владельцы покупают катер и они вообще поскольку они не покупали никогда для него материала а зачастую они вообще первый раз в своей жизни сталкиваются с ремонтом лодок они соответственно вообще не понимают что у них под лодкой происходит они начинают лезть к непонятным сервисам которые вам им говорят следующее сейчас мы вам допустим быстренько сошкурим старое покрытие вот отремонтируем все автомобильной шпаклевкой и соответствующим образом закроем это все дело не обрастающей краской ну в этом случае вам хотят просто обосрать вашу лодку то есть это надо воспринимать именно таким образом то есть если вы озадачились если вы вообще вот допустим если вы знаете историю своей лодки которую вы приобрели и если она у вас длительная эксплуатация тем более вы прекрасным образом понимаете отдаетесь отчет что с ней было какие были происшествия что вообще с ней как делалось в этом случае конечно вам не надо заниматься с полным снятием не обрастающих красок грунтов и всего что у вас находится причина прозаически проста вы знаете какой какая краска у вас нанесена вы знаете какой грунт у вас нанесен на лодку и вы прекрасным образом можете все это восстановить если вы получили какие-то местные повреждения в этом случае производится восстановительная ремонтная работа гель колотом но топ колотом соответственно то есть это гель колот с парафин стироле и соответствующим образом вы производите дальнейший загущаете гель колот до состояния шпаклевки то есть это вот как раз как с помощью есть такой порошок называется он аэросил то есть покупаете аэросил загущаете ему не вредит нисколько гель колот потому что это является наполнителем это не химический элемент это наполнитель вот и за счет данного наполнителя вы в принципе производите восстановление днище корпуса то есть счищаете только тот участок который вам необходим от необрастаек и всего остального вот после этого производите восстановление гунта и закрываете лодку полностью не обрастающей краски после этого у вас лодка как будто вот она только сейчас убыла и не было с ней никаких происшествий это вот когда возникли какие-то ситуации теперь если вы вообще понятия не имеете что с вашей лодкой вы ее только например купили и соответствующим образом вы понимаете видите днище вот посмотрите ролики допустим вот по этой лодке особенно это характерно на шоцах я последнее время их очень часто выкладываем когда допустим вы вообще видите что вы не знаете историю лодки вы ее купили давно эксплуатировали так как эксплуатировали и понятия не имеете с чем вам предстоит с этот столкнуться в начале и в процессе ее ремонта в этом случае ну соответственно вы попадаете на работы которые были проведены вот по этому катеру это счистить все чем она была покрыта непосредственно до гилькоута они до грунта как это предлагают некоторые глупые мастера в автосервисах то есть и или в сервисах допустим катеров потому что они прекрасно почему они вам не предлагают чистить до грунта потому что они прекрасным образом понимают что это просто адская работа то есть чистить грунт особенно если это допустим и противоосматический грунт это крайне тяжелый физический труд то есть он требует много времени много усилий это требует подъема лодки но вот моей мастерской то есть как бы я эти вопросы решаю потому что это единственный правильный способ правильно и нормально отремонтировать как все остальные способы это полное фуфло после того как вы соответственно сняли все что у вас было покрытие неизвестное покрытие столкнуться вы можете с самыми разными вещами вы можете столкнуться допустим с эмалями можете столкнуться с сэндвичами там не обрастайка эмаль потом опять не обрастайка потом эмаль можете столкнуться вот так как мы здесь Здесь столкнулись это с полимером, когда лодка была обосрана пластиковым покрытием, типа есть такое покрытие, как же оно, все эти пластиковые покрытия, это от лукавого, это покрытие автомобильное, они предназначены защиту лодки от коррозии. Не лодки, точнее машины от коррозии, ну а лодка стеклопластиковая, как вы понимаете, это охеренно коррозирующий элемент, который находится в такой среде, что стеклопластик прямо начинает ржаветь прямо на глазах. То есть, поэтому, говорю, ну ряд идиотов в этих создают глупые сервисы и начинают навяливать людям абсолютно бестолковые услуги. То есть, это покрытие, еще раз говорю, покрытие лодки, не предназначенными для ремонта лодок материалами. Как я уже говорил в своих роликах, если вам предлагают такую классную услугу, еще и за ваши деньги, ну соответствующим образом, я бы на вашем месте, если вы не доверяете мне, а это вполне нормально, то есть, у вас должно быть свое мнение, своя голова на плечах, то есть, вы идете в интернет, идете на западные сайты и пытаетесь найти такие темы, допустим, на верфях типа Билайнера, Регала, Старкрафта, ну или других каких-либо серьезных верфях. Вот, и вы с удивлением увидите, что даже принцессы, даже принцессы и морские яхты, почему-то никто этим говном не покрывает, а покрывают все материалами, специализированными, направленными для ремонта стеклопластиковых катеров. Причина, я уже снимал отдельный ролик, почему этого нельзя делать, посмотрите, ролик назывался «Как не обосрать лодку непосредственно», ну или что-то в этом духе, полимером. То есть, как грамотно не дать испортить свою лодку, и что делать не надо, вот, потому что потом все это говно предстоит снять, хорошо, вот здесь 6-метровая лодка, а лодки бывают и по 8, и по 10, и 12, и более метров. Если вам обосрали такую лодку, то это начинается полная жопа. К слову сказать, не обрастающие краски можно попробовать снять какой-либо красочной химией. Раньше, в принципе, я использовал Интерскрипт для этих целей, это специализированные средства для снятия не обрастающих красок на сильной кислотной, либо щелочной, не помню, по-моему, щелочной основе. Оно убивает не обрастайку на раз и снимает ее до грунта. Грунты, как еще раз говорю, при любом раскладе всегда надо шлифовать. И как я уже повторяю сейчас, что почему вам в мастерских не хотят шлифовать, снимать грунт до гель-комната, потому что они понимают, что это полная жопа. Вот, то есть этот, как его называется, но здесь вы должны понимать, что в это надо вложить деньги, это дорогая работа, потому что она тяжелая, физически просто тяжелая. И требует достаточно таких, ну, скажем, среднематериальных вложений. То есть это вот обязательная вещь. То есть после того, как вы сняли гель-коут, не гель-коут, сняли все говно с корпуса, которое было на нем нанесено, либо вы сняли грунты, противоосматические грунты, также попадаются на лодках. Вот, они снимаются крайне-крайне тяжело, это тоже очень-очень сложно. Вот, но если, говорю, если вот возникли серьезнейшие проблемы, то может быть, и вы не знаете, что это конкретно, вообще, что с этой лодкой, и не знаете ее историю, вот, ну, тогда, соответственно, придется, вероятно, все это делать. То есть после того, как вы все это мероприятие снимете абразивом или там, или чем угодно, вы обнаружите дефекты и повреждения множественные, всегда множественные дефекты повреждения стеклопластикового корпуса. Иногда вы обнаружите пробоины, иногда вы обнаружите еще какие-то косяки, которые вам предстоит отремонтировать. И вы производите, соответственно, их ремонт. Что нужно четко понимать? Вы должны забыть такое слово, по-хорошему, это слово называется кильгард. То есть кильгардом пользоваться нельзя. Это от Лукауа, это придумали американцы для выхода на песчаный берег. Ко мне постоянно приходят лодки в ремонт, у которых кильгард либо оторван, либо под ним находятся пробоины, либо под ним находятся расколотые корпуса, разбитые трещины. А самое главное, вся поверхность киля вокруг кильгарда всегда подлежит ремонту. Как я уже говорил неоднократно в своих роликах, надеть кильгард на лодку приклеить стоит одних денег, а снять ее с лодки стоит в 2-3 раза больше, в зависимости от кильгарда. Потому что это говно с корпуса лодки убирается очень-очень тяжело. Вот такая здесь ситуация. Поэтому я никогда не рекомендую им пользоваться. Нужно просто нормально пользоваться лодкой, не выскакивать на неизвестный берег, подходить всегда к берегу кормой, якориться на 2 якоря и великолепным образом пользоваться вашей лодкой. Тогда у вас не будет никаких повреждений в районе гнища. То есть это правильно. Но к этому я может быть сниму ролик попозже. А дальше что вы дальше делаете? Вы производите реставрацию гелькоутом, так же как и в первом случае, когда вы ремонтируете повреждения. Если повреждения на киле, допустим, или еще где-то очень серьезные и глобальные, может быть потребуется ремонт проведения, пробоин ремонта двух сторон киля или корпуса лодки. Вот, может потребоваться стекломат, полиэфирные смолы и все остальное. Но после того, как эти работы точно таким же образом были все проведены, то есть вы реставрируете все гелькоутом, восстанавливаете поверхность гелькоута. То есть вот у меня есть, выходят всегда отчетные ролики, которые посвящены моменту, когда мы закончили восстановление лодки гелькоутом. То есть вот и после этого вы обязательно в порядке, независимо делаете сами, делает кто-то еще, просите снять отчетный ролик. Отчетный ролик и храните его у себя, либо на компьютере, либо еще где-то, потому что когда вы и обязательно записываете все материалы, если вы сами ремонтируете или вам ремонтируете, ремонтируют, какими производится ремонт лодки. Это очень важно, то есть это крайне важная для вас будет информация. Если вы покупаете все сами, независимо, все равно все запишите, чтобы у вас были данные, чем и как производился ремонт. Чтобы в случае следующих вещей вам не приходило ломать голову, поднимать какие-то бумажки и все это дело вспоминать. После этого вы производите восстановление корпуса, после того, как вы произвели восстановление корпуса гелькоутом, как еще раз говорю, какие-то костки до 3-5 мм глубиной можно отреставрировать просто гелькоутом, загустив его рассилом до состояния шпаклевки и, соответственно, после этого вышкурить и все, то есть выровнять его с корпуса. После того, как царапинки, трещинки и все остальные вещи, они подлежат расшивке, это также имеем в виду. Ролики про эту тему есть на канале, обязательно посмотрите. После того, как вы соответствующим образом произвели вот это вот все восстановление, корпус у вас девственно белый, и кажется, что вот сейчас я его заполирую и сброшу на воду, но не тут-то было. Здесь начинается самый серьезный и ответственный момент. То есть это первое, что вы должны понимать, не первое точнее, но то, что вы должны понимать, это то, что лодка должна быть в обязательном порядке покрыта противоосматическими грунтами. Про противоосматический грунт я сейчас сниму отдельный ролик и выложу его на канал. Может быть он выйдет раньше, может позже, посмотрите. Сниму я его на примере покрытия лодки вот этим вот, вот этой лодки, это стрингер 510, то есть как бы посмотрите, вот сейчас он подготовлен уже к покрытию этим, как его называется, грунтом примаком. То есть и дальше пойдет покрытие необрастающей краски. Самый серьезный тяжелый аспект работы с этим грунтом уже сделан. Вот, лодка загрунтована, все. Для чего нужен противоосматический грунт? Противоосматический грунт берет на себя полностью все защитные функции гельколота. Вы должны четко понимать следующий аспект. Во-первых, не все производители используют барьерный грунт, это винилоэфирные грунты, либо винилоэфиры вообще, в принципе, которые, в принципе, из себя представляют смесь эпоксидный полиэфирный смол, по сути своей, которым производится грунтование стекломата перед нанесением гельколота. Это делают не все. Гельколот сам по себе живет вообще нормально, это максимум 5-7 лет. То есть через 5-7 лет гельколот начинает брать воду и начинает терять свои защитные функции. Поэтому противопокрытие любой лодки противоосматическим грунтом крайне показано любому катеру, новому, старому, без разницы. Если катер дорог, надо его закрывать. Ну и, соответственно, дальше вы берете уже необрастающую краску, наносите ее через грунт, который предназначен для нанесения этой краски. Не забываем, что при каждых нанесениях любая поверхность ошкуривается, аж обезжиривается. То есть, допустим, вот сейчас корпус, допустим, из-за этого обработали гельколотом. После этого вы его прошкуриваете, обезжириваете, наносите грунты, прошкуриваете, обезжириваете. Это все делается для улучшения адгезии. И так на каждом этапе. Вот таким макаром. И после этого вы получаете правильно отремонтированную лодку, не колхозную, а когда все на ней сделано грамотно и так, как оно должно быть. Так что вот такая ситуация. Не забываем подписаться на канал, а сейчас я сниму ролик, посвященный противоосматическому гунту ПЕ, потому что я с ним столкнулся первый раз. И в этом ролике я дам про него конкретный отзыв. Все, спасибо за внимание. Вопросы и прием заказов на ремонт котиров и лодок по шифтентам, как всегда, через почту 1серж23собакамайл.ру. Не забываем подписаться на канал, поставить колокольчики, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов. Все, спасибо за внимание. До свидания.